Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Экспозиции уже открыты, участники приступили к работе. Риф 2019 стартовал в Сочи. 500 инвестпроектов и 58 из них кубанских. В Сочи на российском инвестиционном форуме презентуют Марину, Аквапарк и Центр ипотерапии. Дорогу молодым на дне молодежного предпринимательства в Сочи обсудили тему волонтерства как инвестицию в будущие страны, в добровольческую деятельность. В стране вовлечены около 14 миллионов человек. В Сочи в первую очередь представители ЮАР планируют наладить партнерские отношения с Краснодарским краем. И уже сегодня южноафриканские гости обсудили с мэром Сочи сотрудничество в туристической отрасли. Главный кардиохирург страны вместе с сочинцами сделал 10 тысяч шагов к здоровью. Сегодня Лео Бакерия принял участие в ставшей уже традиционной на курорте акции. Экспозиции уже открыты. Участники приступили к работе. Сегодня стартовый день российского инвестиционного форума. Кубань презентует в Сочи 58 проектов. Инвестиционные возможности городов региона представлены объединенной экспозицией Краснодара, Новороссийской и Сочи. Стенд Краснодарского края традиционно самый масштабный в этом году, занимает полторы тысячи квадратных метров. Здесь сегодня побывал губернатор Вениамин Кондратьев. Именно он ранее озвучил идею перейти от погони за количеством инвест-предложений к их качеству. Все они разбиты по семи экономическим зонам, в которые сгруппированы районы и города Кубани. Главы муниципалитетов рассказали о самых приоритетных проектах. Они адаптированы к реальным экономическим условиям и учитывают стратегию развития региона до 2030 года. Центральным же событием российского инвест-форума станет пленарное заседание, которое пройдет 14 февраля. Ожидается, что в нем примет участие председатель правительства Дмитрий Медведев. Также состоятся круглые столы, дискуссии, встречи с потенциальными инвесторами и разработчиками технологий. Никого не интересует, насколько мы старались, сколько часов в сутки мы работали, насколько мы активны. Населению нужны результаты. Я это не раз говорил. Результаты. В детстве, наверное, у всех была такая игра, как мы делали, не скажем, а что сделали, покажем. Вот, наверное, самый главный должен быть принцип в нашей работе. Надо в целом нам всем понимать, что мы хотим получить на выходе. Каждый видит по-разному, наверное, принцип достижения экономических результатов в той или иной экономической зоне. Коллеги, это не значит, если мы в рамках стратегии расставили приоритеты развития экономических зон, то эти приоритеты незыблемы. Ни в коем случае. В народе говорится, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Поэтому, если в той или иной экономической зоне в ходе реализации возникнут новые приоритеты экономического роста, те стартапы, конечно, к ним нужно прибегать. Экономические зоны, как и стратегия, могут трансформироваться, исходя из экономических реалий сегодняшнего и завтрашнего дня. Ну а от нашего курорта на российском инвестиционном форуме представят проект развития Сочи во все сезоны курорт «Экополис». Сочинскую агломерацию будут развивать в соответствии со стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, как международный всесезонный курорт «Экополис» федерального значения. Уже завтра гостям в мультимедийной презентации представят Марину. В Лазаревском районе всесезонный аквапарк в поселке Головинка, комплекс «Музей Северный Кавказ» в Красной Поляне, торгово-развлекательный комплекс с аквапарком в Хостинском районе, реабилитационный центр ипотерапии, лечебной верховой езды. В целом, в рамках инвестфорума Сочи планирует подписание шести протоколов о намерениях по реализации проектов. Общая сумма подписаний составит около 8,5 миллиардов рублей. До 2030 года мы должны привлечь инвестиции на сумму 1 триллион рублей. И это вполне возможно, потому как в прошлом, в 2017 году, мы привлекли инвестиции на 43 миллиарда рублей. В 2018 году уже 58 миллиардов рублей. Основным перестержнем экономики развития города Сочи, естественно, будет являться эквенционно-туристический комплекс. И в связи с этим нам необходимо именно его и развивать. Дорогу молодым. Инвестфорум начался с Дня молодежного предпринимательства. Волонтеры, молодые бизнесмены, представители молодежной политики обсудили вклад добровольцев в сферы развития государства и новый федеральный проект под названием «Социальная активность». Тема же панельной дискуссии звучала так. Волонтерство как инвестиция в будущее страны. Тему продолжит Татьяна Говоркова. Одним из ключевых итогов прошедшего 2018 года стало формирование необходимой инфраструктуры для дальнейшего развития волонтерского движения и людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, а их уже около 14 миллионов. Год волонтера прошел, но работа в регионах будет продолжена. Одно из востребованных направлений, помимо патриотического, социального, экологического, спортивного и финансового волонтерства – развитие корпоративного добровольчества. Агентством стратегических инициатив создан определенный стандарт по его реализации в 52 регионах. Разработана и федеральная программа «Социальная активность» с планом действий до 2024 года, который включает программу мобильности, популяризацию волонтерства, субсидирование регионов и образовательные курсы. Мы должны создать возможности, мы должны создать возможности для развития. Потому что волонтеры, добровольцы – это те люди, которым ничего нельзя навязать сверху. И эти волонтерства – это планы души. И они будут заниматься делительностью, становились в нас. А вот поддержать и создать эти возможности – это наша задача. Волонтерское движение успешно развивается и в Сочи. Основное направление – событийное. Но наши добровольцы также активно участвуют и в социальных, и в экологических проектах. Вне Черного моря, в расчистке устья реки Сочи, с различными мероприятиями с Кавказским заповедником, наши традиционные субботники в черте города Сочи. Развивается взаимодействие с реабилитационным центром «Виктория». Мы проводим каждый год новогодние утренники. Вот эти традиционные наши мероприятия мы делаем и планируем, что будем их развивать и в будущем. В Сочи также реализуется серия проектов по молодежному предпринимательству, где студенты могут общаться с представителями бизнеса, представить и воплотить свои идеи, а также трудоустроиться. Проекты, которые в прошлых годах, в ближайшее время появлялись, они именно не теоретические, они именно практические. Они действительно человеку меняют широту сознания и погружают его. Потому что для того, чтобы человек не начал узко мыслить, а понял о том, что он может и все возможно, в том числе найти инвестиции, для этого нужен очень серьезный шаг. На площадке форума работает проектная лаборатория социального предпринимательства. Ее участники получат опыт проектной и командной работы, а также возможность пообщаться с авторами реальных проектов. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Южно-африканский Дурбан и российский Сочи устанавливают партнерские отношения. С инициативой о сотрудничестве обратились сегодня к администрации города представители ЮАР, прибывшие в Сочи на российский инвестиционный форум. Встреча главы города Анатолия Пахомова с делегацией ЮАР не первая. В 2016 году наш город передавал этой республике флаг всемирных хоровых игр. И они проводились там в 2018 году, когда Сочи встречал чемпионат мира по футболу. Но и африканцы имеют футбольную историю. Мундиаль у них был в 2010 году. Южно-африканская республика очень заинтересована в развитии связей с Российской Федерацией. У нас история долгого сотрудничества и добрых отношений на политическом уровне. Сейчас наше посольство активно развивает поиск возможностей для экономического, культурного, туристического и экологического сотрудничества. У России широкий спектр возможностей для партнерства. И мы хотели бы установить побратимские связи между городом Дурбан и Сочи. Делегации из ЮАР на российском инвестиционном форуме планируют обсудить с властями региона двустороннее сотрудничество между Краснодарским краем и провинцием Квазула-Наталь. Сочи их заинтересовал в первую очередь. В отличие от моих коллег, я первый раз в Сочи и поражена красотой. Это очень красивый город. Мы остановились не в центральной части, а в горной. И там увидели снег. Он в ЮАР в горах раз в году бывает, но быстро тает. А у вас лежит дольше, и мы наблюдаем сейчас на поляне лыжников. Это для нас приятный сюрприз. Сегодня гости из ЮАР отдыхают, а уже завтра будут подписывать контракты в области торговли и инвестиций, налаживать социально-экономическое сотрудничество. Я уверен в том, что, конечно, мы вместе отработаем те мероприятия, которые позволят нам найти интерес между собой. И в первую очередь, мы город туристический, поэтому самый главный наш результат должен быть действительно налажен в туристической отрасли, в туристической деятельности. В завершении встречи обе страны обменялись памятными подарками, а глава города получил приглашение посетить Южноафриканскую республику для подписания договора о партнерских отношениях между двумя курортными городами России и ЮАР. Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» стала главной темой расширенного заседания Госсовета. Рабочая встреча прошла в Казани, возглавил совещание Владимир Путин. Участие в обсуждении принял губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев вошел в обновленный состав президиума Госсовета. Встреча прошла в виде неформального диалога президента и глав регионов. Вениамин Кондратьев также посетил университет Иннополис. Он специализируется на образовании в сфере информационных технологий, которые активно внедряются, в том числе и в современную городскую среду. Эта тема волнует каждого жителя страны, отметил Владимир Путин. Глава государства заявил о том, что необходимо вывести на качественно новый уровень строительства жилья, а также сделать города и поселки более комфортными. За 6 лет будут обновлены свыше 30 тысяч общественных пространств. Парков, скверов, набережных, прогулочных. Тоже очень важная сфера деятельности. Особенно хочу обратиться сейчас к руководителям регионов, коллегам из регионов. Сейчас представители Общенародного Российского фронта обратили внимание на очень простую вещь. На окраины. Даже в успешных, крупных мегаполисах порой забивают о людях, которые живут на окраинах городов. Давайте мы вернемся к этой проблеме. Так называемые спальные районы, они должны быть не только обеспечены социальной инфраструктурой, детскими садами, больницами, поликлиниками и так далее, но и общественные пространства должны быть человеческие, современные, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. Краснодарский край третий год подряд принимает участие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». За это время в регионе благоустроено больше 300 объектов. В текущем году финансирование программы составит около 2 миллиардов рублей. Проект по формированию комфортной городской среды рассчитан до 2024 года. При поддержке федерального бюджета на Кубани планируют привести в порядок свыше тысячи общественных территорий. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 14 февраля в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем 10-12 градусов выше нуля. Завтраки, обеды и ужины в кафе «Кось-Кось». Уютно как дома, вкусно как у бабушки. Лучшие блюда кубанской кухни. «Кось-Кось» напротив главпочтамта Воровского, 4. Чтобы были сытыми и здоровыми, в центре Сочи открылось новое кафе. Жареный карп, холодец, вареники, кафе кубанской кухни «Кось-Кось». Воровского, 4. Вкусно, как дома. Главный кардиохирург страны вместе с сочинцами сделал 10 тысяч шагов к здоровью. Сегодня Лео Бокерия принял участие в ставшей уже традиционной на курорте акции. Сотни сочинцев сегодня собрались в Олимпийском парке, чтобы в очередной раз присоединиться к акции «10 тысяч шагов к здоровью». Она стартовала в Сочи полгода назад. Идея проводить совместные пешие оздоровительные прогулки по улицам курорта принадлежит главному кардиохирургу страны Лео Бокерия, который приезжал в Сочи в сентябре в рамках акции «Волна здоровья». Доказано абсолютно точно, что самым эффективным методом оздоровления человека является ходьба. Поэтому мы такое значение придаем именно этому виду оздоровления людей. Причем он пригоден и для молодых, и для пожилых, он пригоден и для больных людей. Люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, продолжительность жизни у них увеличивается почти на 10 лет. Акция «10 тысяч шагов к здоровью» полюбилась сочинцам. Каждую пятницу все желающие шагают в разных районах города с пользой для здоровья. Для этого в Сочи разработано 10 маршрутов активности. Мы даже сделали такую форму, как прогулка с врачом, когда, идя по маршруту, можно задать вопросы врачу, сопровождающему или возглавляющему это шествие. А завтра в Олимпийском парке будет дан старт всероссийскому проекту «Хади Россия». На Сочи-автодроме все желающие смогут попробовать себя в скандинавской ходьбе с палками. Инициатор проекта – известная фигуристка Ирина Слуцкая. Заказавшему родителей ради наследства сочинцу дали 6,5 лет колонии. В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Его обвиняют в подготовке убийства родителей и малолетней сестры. По версии следствия, молодой человек задумал убить родственников, чтобы затем получить в наследство квартиру и другое имущество. Об этом парень рассказал своему другу, о его планах узнали правоохранители и все его действия находились под их контролем. В роли исполнителя преступления выступил сотрудник полиции. Пообщавшись с молодым человеком, он согласился совершить преступление за 3 миллиона рублей. Расплатиться за услуги киллера парень должен был после вступления в наследство. Зимой прошлого года злоумышленник получил подтверждающие материалы об убийстве родителей и сестры. Организатор расправы, в свою очередь, передал полицейскому соответствующую расписку. После этого молодой человек был задержан. Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Ну и к другим новостям. В сочинских школах сегодня отменили занятия. Учащиеся уступили аудитории школьникам, которые сегодня проходили собеседование по русскому языку. В целом по краю это более 60 тысяч школьников. Обязательным в стране это испытание стало только в 2019 году. По результатам его прохождения девятиклассники получат допуск государственной итоговой аттестации. Устный экзамен школьники сдают по системе зачет-незачет. Подростки уже несколько раз пробовали себя на пробных собеседованиях. Регламент проведения по всей стране единый, а задания, как уверяют педагоги, не такие уж и сложные. Всего их было четыре. Прочитать и пересказать текст, составить монолог и диалог на определенную тему. На все давалось 15 минут. Смысл этого испытания – убедиться, что школьники хорошо владели навыками грамотной устной речи. Чтобы получить зачет, нужно из 19 возможных баллов набрать хотя бы 10. Тот, кто не сдал или отсутствовал по уважительной причине, сможет еще раз попробовать свои силы 13 марта и 6 мая. Смотр песни и строя прошел в Сочи. Первый этап районного конкурса состоялся в Адлере. По его итогам выберут двух победителей. Они представят район на городском смотре, который завершит в Сочи череду мероприятий в рамках месячника обороны массовой и военно-патриотической работы. Дисциплина, качество исполнения строевых приемов, шаг, действие командира и качество исполнения песни. Участников смотра, строя и песни оценивали сразу по нескольким критериям. Печом печуют тут российские войска, и пусть военная дорога нелегка. В первом этапе районного конкурса в Адлере приняли участие семь команд. Еще восемь пройдут с троем с песней 14 числа. Победителей будет трое. Первый победитель в номинации «Лучший смотр строя», второй победитель «Лучшая песня отряда» и третья команда победителей «Лучший командир отряда». Лучших выбирала компетентная жюри «Офицерский состав» Сочинского гарнизона Южного военного округа. Я думаю, что судили нас правильно и верно, потому что к этому мы стремились два года и не могли никогда идти. Но в этот раз мы все-таки победили. Мы рады принять всех юноармейцев. Мы сами очень сильно готовились к этому мероприятию, и мы рады, что мы заняли второе место. Мы будем стремиться к первому. Также в ходе конкурса, который проходил в Адлере в рамках патриотического месячника, школьники смогли принять участие в выставке. Ее организовало казачье общество. Дети познакомились с вооружением и амуницией солдат времен Великой Отечественной войны, а также с современными видами оружия. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, в группах «Новости Сочи ФКТ», «Фейсбук», «Инстаграм», «Одноклассники», «Телеграм» и в сообществе «ВКонтакте». В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...